Всем доброе утро. Рад выступать перед вами. Расскажу о том, как опубликовать свою работу в высококачественном медицинском журнале. Перед тем, как рассказать о публикации в журнале, хотел бы прокомментировать ценность международного сотрудничества. На этом слайде вы видите, что мне повезло, я знаком со многими звездами российской онкологии. Профессор Блюнкин, доктор Трапезников и два хороших коллега, Лев Давыдов и Дмитрий Горькович, с которыми я работал, сотрудничал в онкологическом центре. Итак, дружба и сотрудничество очень нам нужны со всеми коллегами по миру. Это улучшит не только наши отношения, но ведь это сотрудничество дает и лучшие научные результаты. Кроме того, способствует развитию нашей собственной кореи. Итак, моя сегодняшняя презентация. Как публиковаться в хороших журналах типа «Хирургическая онкология» и многих других. Вот, это, например, в аналогах «Хирургическая онкология» в 2018 году была опубликована моя рекомендация. Хотел бы за консультацией по этой публикации и презентацией поблагодарить своих коллег. Это редакторы крупнейших хирургических журналов мира и Соединенных Штатов, как вы видите в этом списке. Итак, давайте подумаем о вашем собственном биомедицинском исследовании. Что бы это ни было, результат клинический или результатов лечения. В любом случае, как он структурируется. Обычно генерируется гипотеза, затем собираются ресурсы, данные, потом проводится само исследование, а потом анализируются данные. И какова здесь ключевая нота. На этом, когда все это сделано, ваше исследование только наполовину сделано. Потому что другая часть, которая очень важна, это написание статьи для какого-либо медицинского конгресса. А затем публикация этой работы. Задайте себе, насколько хорошо было проведено сбор данных и все остальное. И вся работа может быть на смарку, если вы не опубликуетесь. Найдите статью в медицинском журнале. Простите эту работу и поверьте в результаты. И после этого, написав свою работу, ваши данные, скажем так, присоедините к уже опубликованным результатам. И обязательно, что заставит других цитировать вашу работу в публикациях. Подумайте об этом. Поставьте себя на место авторов уже опубликованных работ и действуйте так же, как они. Если вы цитируете только те статьи, которые захотели опубликовать, то и ваша статья должна быть такой же. Она должна быть понятной и должна обогащать потом публикации, которые последуют за вашей. Итак, редакторы журналов имеют собственные критерии принятия рукописи к публикации. Основным является то, что работа должна быть оригинальными и важными. Что значит важными? Идет такой, проходит тест, ну и что, в кавычках. Ну и что? Читаешь материал, если можешь сказать, ну и что из этого, тогда это не так интересно. Исследование должно быть оригинальным, оригинальными должны быть выводы, методология, должна быть правильная статистическая значимость, должны быть соблюдены этические нормы и должно быть воздействие на клиническую практику, либо на развитие наука. И нужно подумать, будут ли это цитировать другие авторы. Должна быть ясность в презентации данных. И эти знания нужны, должны быть. Вот эти все критерии мы рассматриваем, когда либо просматриваем статью, либо решаем в качестве издателя публиковать это или не это. Вот несколько опубликованных мной статей в начале моей карьеры. Расскажу о том, как в связи с этим и развивалась моя карьера. Вот я тогда еще была доцентом. Это мультифакторный анализ меланомы. И эта работа стала классической. Она была процитирована в литературе 458 раз. И она была опубликована и так часто цитировалась, потому что впервые был проведен анализ регрессии меланомы. Мультифакторный анализ был проведен. И здесь, здесь это указано в заглавии, мы в первый раз сравнили два метода статирования по Кларку и по Бреслоу. И мы главное упомянули в заглавии. Заглавие очень важно. Я хочу это подчеркнуть. Если люди в PubMed Search, в поисковике, будут искать вашу статью, то есть искать они ее будут по заглавию. Так что ваше заглавие должно отражать смысл вашей работы, ее уникальность. Это очень важно. И еще важный посыл. Эта публикация была результатом сотрудничества различных сотрудников в разной области. Там и патологи, и хирурги, и биостатистики работали. Так что хорошо, когда представлено сотрудничество исследователей в разных областях. Это добавляет уникальности и ценности той информации, которая появляется в вашей публикации. Лучше, чем из одного дела, когда это идет. Еще одна моя ранняя публикация. Здесь еще одно заглавие, которое казалось ценным, когда они это представляли как рекомендацию для своей хирургии. Здесь одна цитация. Само заглавие гласит, что толщина опухоли является параметром в хирургии. И цитирование было очень широким. Еще важный момент для развития вашей карьеры. Это сотрудничество в исследовании. Еще молодым исследователем я сотрудничал с коллегами в Австралии. И мы комбинировали наши данные по меланомии. Данные из США и из Австралии. Благодаря этому публикация стала наиболее публикуемой по меланомии в те времена. Так что, сводя вместе данные, помогая друг другу, мы смогли опубликовать крупнейшую серию, целую серию публикаций по меланомии в мире на то время. Если это сработало в нашей организации, я уверен, это сработает и у вас. И, опять же, заглавие очень важно, потому что люди ищут статьи по заглавиям. Если они ищут смысловые статьи. Здесь тоже было много цитирований. Вот еще важное замечание. Для всех необходимо сотрудничать с международными клиническими исследованиями. Будучи молодым исследователем, я вступил в группу ВОЗ по меланоме. Видите, Николай Трапезников из России был одним из соучастников. Мой прекрасный коллега, мы отлично с ним сотрудничали. И благодаря этому сотрудничеству с европейцами, с американцами, с россиянами, наша публикация появилась в журнале «Новая Англия». Это один из самых рейтинговых медицинских журналов мира. Ну что ж, я работал только в Соединенных Штатах в перспективном рандомизированном хирургическом исследовании. И даже сейчас эта статья используется для создания стандартов лечения хирургического в Миланове по всему миру. Опять же, вашей карьере не повредит, если вы будете в мировых сотрудничествах участвовать. Но вот я создал свое собственное исследование. Я скомбинировал базы данных по меланоме из разных стран. Америка, Европа, Австралия, другие страны. С тем, чтобы были большие, крупные серии пациентов. И мы валидировали новую систему стандирования, которая до сих пор используется в меланоме. Мы развивали сотрудничество по всему миру и валидировали прогностические факторы по меланоме. Эта работа была цитирована 17 021 раз. И вот, наконец, информация, которая меняла практику стандартов лечения по всему миру. Это было достигнуто благодаря непрерывному международному сотрудничеству. Там было включено почти 31 тысяча пациентов с ранней меланомы и около 8 тысяч пациентов с меланомой четвертой стадии. Вот это очень интересная публикация. Там более трех тысяч цитирований. И до сих пор она используется. Опять же, этому способствовало наше международное сотрудничество. А теперь давайте вернемся. Я хотел бы обсудить те ошибки, которые сразу увидит редактор. Каждую неделю мы просматриваем примерно 60 рукописей электронного просмотра. И наш исполнительный редактор раздает эти работы на просмотр ревьюера. Они пишут комментарии, рекомендации, мнения. То есть, получаем три мнения, которые мы передаем доктору Марку Роу. Наш исполнительный редактор, который принимает окончательное решение. И затем принимается решение. Первое. Три варианта решения. Принимаем с небольшими изменениями. Второе. Отвергаем работу, но с советом переподать ее после переработки. Либо отвергнуть совсем. То есть, если мы вам вернули работу, отказались печатать, но все-таки советуем подать позднее после переработки, то отчаиваться не стоит. Потому что бывает и гораздо хуже, когда мы просто возвращаем статью без комментариев. Просто отвергаем совсем. И если даже не советуем ее снова переподавать, то, может быть, стоит ее попробовать подать в другой журнал, более заинтересованный в вашей теме. Так что это стандарты всех журналов. Либо с поправками принимаем, не принимаем, советуем переподать, или просто не принимаем. Обычные ошибки, которые приводят к отверганию статьи. Первое. Результаты уже были представлены, и эта информация не является новой. Иногда второе или третье подтверждение одной и той же информации остается достаточно оригинальным, и все-таки признается, но все равно известно из литературы в нашем журнале, и во всех журналах именно ненавизна является основной причиной отказов. Затем эти данные уже представлены или опубликованы где-то еще. Мы изучаем контент вашей рукописи, и мы можем сказать, было это уже где-то опубликовано или нет. Это бывает еще одной из причин отказа. Следующее. Бывает, что исследование недостаточно интересно для наших читателей. Мы знаем нашу публику, наших читателей, это хирурги, и если эта работа слишком далека от их области интересов, то мы можем по этой причине не принять рукописи. Иногда бывает, что статистические данные или контрольные точки исследования оказываются невалидными. Это еще одна из причин. Еще какие бывают недостатки? Неадекватное описание методологии или презентация данных слишком размытая? Это очень частый комментарий по рукописям с огромным количеством таблиц данных. Они так сфокусированы на гипотезе, на каком-то своем конкретном вопросе, но вот презентация данных слишком смутная. Либо бывает, что выводы слишком неясны, либо не подтверждены данным, либо бывает, что просто форматы рукописи не соответствуют требованиям журнала, либо бывает просто плохой язык, особенно если английский язык ваш не родной язык. Мы принимаем статьи только на идеальном английском языке. Бывают данные хорошие, все хорошо, но чисто языковые ошибки есть и мы, поэтому просим пересмотреть и, так сказать, средактировать английский язык статьи. Пятиэтапный процесс, как добиться, чтобы приняли вашу статью. Первое – подготовка, черновик рукописи, подача рукописи, затем получаем обратную связь, а потом обычно делаем переделки и снова подаем статью. Первый этап для всех русских. Честно говоря, русский ваш не родной, язык пишите хорошо по-английски. Английский – это язык науки, международный язык науки, и все журналы мира, высокорейтинговые журналы, публикуют на английском языке. То есть, чем лучше английский язык в вашей рукописи, тем скорее статью примут. Может быть, вам стоит заручиться поддержкой редактора вашего английского языка. Стоит за это заплатить, потому что язык – это основное средство коммуникации. Но, представим, даже статья будет принята, но если читатель не понимает вашего английского, то цитировать вас вряд ли станут. Второе – правильно решить, в каком журнале вы хотите опубликоваться. Вам нужна правильная аудитория и правильный фактор воздействия этого журнала. Мы ведь хотим опубликоваться в самых рейтинговых журналах. А есть журналы, которые много цитируются, но лишь по каким-то рукописам. Не все в журнале часто цитируются. Бывает, что мы получаем очень много журналов, но принимаем и читаем мы не все. Еще момент. Я, может быть, звучу как строгий папа, но повторяю. Читайте инструкции журнала, исследуйте им. Там все понятно. И мы достаточно строги по поводу формата рукописи. Так что читайте внимательно инструкции по написанию статьи, исследуйте им. И решите по поводу авторства и последовательности перечисления автора. Лучше это сделать в начале, а не в конце. И включайте обязательно автора корреспондента или главного автора. Масса есть различных источников, которые помогут вам в написании рукописи. Там есть советы на эту тему. Вот, например, Международный комитет редакторов медицинских журналов, Академия авторов журнала, Спрингер, такая Академия авторов. Там конкретная практическая информация, советы по написанию печатаемых рукописей. Чем гадать лучше, прочесть требования. Вот пример деталей и описаний. Буквально руководство по написанию статьи. И вот есть аналлы хирургической онкологии. Там тоже есть советы по поводу написания научных статей для тех, кто хочет у нас опубликоваться. Вполне четкие рекомендации. Второй этап – подготовка вашей рукописи. первое, о чем необходимо подумать, представляя свою статью, это задумайтесь, какую гипотезу вы тестируете и какие данные ее поддерживают. Не надо рассказывать обо всех исследованиях, которые вы проделали, если это не касается этой конкретной гипотезы. Лучше, меньше, да лучше. Кратко, четко, понятно. Именно по этой теме. Затем интерпретируйте свои результаты с точки зрения других публикаций. В каком контексте ваша работа, что еще на эту тему написано в мире и насколько важна в таком случае ваша работа. Это стоит указать в первых предложениях обсуждения статьи. И убедитесь, что ваша рукопись действительно отличается от других. Не просто это более долгое отслеживание пациентов, наблюдение за пациентом. Не то, что вы забавили в исследование еще 30 пациентов. Нет. Оно действительно должно быть уникальным и отличаться от предыдущих публикаций на эту тему. и не нужно одно и то же исследование в разных публикациях помещать. Иначе будет дубликация. Если у вас огромное предназначение с огромным количеством данных, может быть, лучше разделить это на серию публикаций, если масса материала. Разделите на части. Приготовили черновик, пошлите соавторов с тем, чтобы они тоже поработали над проектом статьи. Свои рукописи я посылаю коллегам, которые не являются моими соавторами и прошу у них обратную связь. Что ты понял из моей статьи? Что тебе показалось интересно? И прошу у них конструктивные критики. Если что-то было непонятно, что-то не понравилось, показалось туманным, я стараюсь переписать и написать более четко с тем, чтобы моя гипотеза становилась более понятной и выводы более четкими. Очень хорошее правило. Перед тем, как вы в журнал пошлете статью рукописи, попросите коллег почитать ее. Лучше сначала критику близких получить. вот так. А вот схема научной рукописи. Опять же, пройдусь по нескольким пунктам. Первое. Заглавие очень важное. Название статьи. Если кто-то делает исследование в ПАБМЭД, ищут исследование по названиям. если название информативное и интересное, то по вам скорее кликнут и скорее будут вас цитировать. Итак, заглавие должно быть информативным и привлекать интерес, особенно в поисковиках. второе. Абстракт. Это наиболее читаемая часть любой статьи исследовательской. Ну, вспомните, как вы сами читаете или выбираете статьи для чтения. Вы же сначала читаете абстракт, а потом все остальное. Неправда. Или меньшинство прочтут целую статью. Итак, это очень важно для представления статьи. Методы должны быть достаточно детально описаны. Методология должна быть достаточно четко описана. Статистическая методология должна быть хорошенько описана. И результаты по данным, по гипотезе, все это нужно упомянуть. Не нужно представлять все данные, которые вы собрали, но только те, которые касаются темы вашей статьи. Вот так. И аннотация должна все хорошенечко суммировать. Вступление должно быть понятно. Ну, и список использования литературы не нужно по максимуму, только то, что действительно вам пригодилось для именно этого исследования. я вот как делаю. Смотрим на пустую страницу. Если вы такой же, как я, то вам всегда бывает очень трудно написать первые строки. поэтому решите с чистого листа об основной теме и подумайте, важна ли она, оригинальна ли она, релевантна ли она. И после этого я пишу страницу с заглавием, пишу гипотезу, которая должна быть проверена. Вот так я работаю. Потом проверяю материалы, методы, определяю их, это достаточно просто. Затем собираю все цифры и таблицы. Результаты выделяю. Затем раздел обсуждения, потом пишу аннотацию и после этого всего делаю вступление. Я вот в таком порядке работаю и это помогает работать достаточно системно. Потом все остальное доделываю по статье. и обычно я прохожу 10-15 черновиков перед тем, как моя руководитель готова к подаче на публикацию. Во-первых, перед тем, как подать статью, найдите инструкции журнала. Определите категорию, правильный формат, правильный размер статьи. Узнаете, постарайтесь узнать, кто будет вашими редакторами. и кто будет просматривать вашу статью, вы можете делать предложение по поводу того, кому следует проверять вашу статью. Мы обычно к этому прислушаемся. И не подавайте ваши материалы одновременно в два или более журнала. мы же прекрасно общаемся. Только после того, как вам отказали в одном месте, идите в следующий журнал. Итак, правильно, опять же, ключевые слова и названия определяете. Да, и ключевые слова тоже с этим будьте осторожны. Дело в том, читатели при поиске тоже пользуются ключевыми словами и могут просто не найти вашу статью, если вы достаточное количество ключевых слов не упомянете. Затем получение обратной связи от редакторов. Обычно это происходит недели через четыре и очень редко мы принимаем рукопись в таком виде, которым она была подана. Мы слушаем мнение резонзентам и мы всегда стараемся улучшить вашу рукопись. Обычно вас принимают, но с предложениями по имени изменениям и постарайтесь сделать эти изменения хорошо и в срок. Потом снова падайте и обязательно отметьте, где именно появились ваши изменения, чтобы потом перечитывать и проверять было быстрее вас и легче. делайте работу рецензента удобной для рецензента. Может быть, не все комментарии рецензента вы приняли, но если нет, то пишите ваши письменно возражения. Если с какими-то комментариями не согласились, вежливо напишите почему и напишите письмо редактору с ответом по пунктам на все комментарии и предложения рецензента. Если вам отказали, не обижайтесь. Помните, что лишь один из пяти рукописей принимается лучшими журналами. Просто учитесь на ошибках и формируйте вашу стратегию на дальнейшую деятельность. Потому что если ваши исследования стоящие, то всегда найдется журнал, который захочет это опубликовать. Вот так. И, конечно, индекс цитирования важен, но не самый важный. И никогда не сдавайтесь. Читайте, что пишут рецензенты и прислушивайтесь к этому. Растите над собой. Дальше. Пятый этап это переделка и повторная подача. Помните, что рекомендации рецензенты почти всегда делают вашу статью лучше. Они ведь выражают мнение как правило читателей. Если вам отказали советом подать позже, подумайте как учесть комментарий рецензентов. Можно, если все-таки совсем отказали, попробуйте в другой журнал. Или решите соавтором в какой следующий журнал подаваться. Многоэтапные процессы. Как добиваться того, чтобы ваши статьи принимали? Подтвердите авторов, выберите журнал, прочтите инструкции журнала. Это был первый шаг. Второй шаг. подготовьте рукопись, убедитесь, что все авторы в этом поучаствовали и одобрили окончательный вариант. Третий шаг. Подайте рукопись и, пожалуйста, обязательно все напишите возможный конфликт интересов всех авторов. Четвертое. Получите обратную связь от редактора, пересмотрите вашу рукопись и снова подайте после переделок, причем все переделки должны быть отмечены с тем, чтобы их было легко понять и прочесть. все возражения объясняйте. И еще совет молодым исследователям. Пишите, поставив себя на место рецензента. Подумайте о ваших наставниках, как бы они реагировали на вашу статью. Это даст вам возможность написать, имея уже заранее мнение рецензента в виду. Чем чаще вы это делаете, чем чаще вы критикуете сами себя, заручаетесь критической поддержкой старших коллег, тем лучше вы полируете свой стиль. да, кстати, если требуется вернуть с переделками статью, то делайте это вовремя. И если кто-то уже проверял вашу статью из старших коллег, обязательно об этом упомяните наш издательский совет. Это, конечно же, учитывает. Вот мои выводы. помните, я сказал в начале, публикация вашего исследования – вот конец, который венчает вашу научную деятельность, вот результат. Без этого результата нет. Однако объясните ваше исследование на таком языке, чтобы людям было понятно, и пишите так, чтобы вас хотелось цитировать. Пишите на грамотном научном английском языке. Я понимаю, что русский и английский языки очень отличаются по своей структуре, подходу и философии. И иногда трудно именно в научном английском достичь совершенства. Но чем больше пытаешься, тем больше совершенствуешься. И помните, что все-таки международный язык науки сейчас это английский язык. На английском лучшие журналы печатают статьи. Найдите хорошего редактора для себя, лучшего всего носителя английского языка, причем грамотного носителя, который привык к научным статьям. И к написанию литературным языком на это обращайте столько же внимания, как на само ваше исследование. Хорошо сделать, хорошо, но нужно еще и хорошо представиться. Сначала свое исследование в лучшие журналы посылайте, прислушивайтесь к критике рецензентам, и потом, если не приняли, то после исправлений подавайте в тот же или в другие журналы. И помните, что исследования, которые ведутся в России, важны. Они важны не только для вашей страны, но для всего мира. И чем больше вы публикуетесь на английском языке, тем больше людей, не только в России, но и по всему миру, могут получить вашу информацию, учиться на ваших исследованиях и использовать ваши сведения в своей практике и своих научных исследованиях. На этом спасибо огромное за внимание. А вот вид нашего онкологического центра в Хьюстоне, в Техасе. Техасе.